Девушки отдыхают Менять каждый день Вот почему-то, когда ты ему надоела Он тебя мигом на аспирантку променял Стас, Стас, ты что? Мам Давай договоримся Никаких хокон, никаких флайеров Мой сын теперь профессиональный хоккеист Он в состоянии обеспечить и себя, и свою мать Надо Щукина попридержать Пускай пару-тройку игр посидит на скамейке запасных без бонусов Может тогда врубится, где ему нормальный контракт предлагают Ты что творишь, придурок? Да пошел ты Познакомься, это Татьяна А это Пашка Здорово, Пашка Это и есть известная тактика Романенко С шестого места на десятое Я реалист Мне нужен кубок вызова О, Егор, а что у тебя так мало? А может тебя Бабло Смирной подбросит, а? Ты за него на лавке сидел А что мне? А то, что Романенко пора уже менять Да, здесь он главный тренер, как из говнопуля А где же вы жить-то будете? Пока вы здесь бы живете? Если, конечно, вы не против Не против? Да, конечно Как у вас там с Юлькой? Никак Чего не живется? Или вы думаете, как черепахи? По триста лет по земле ползать будете? Предложение по Алмазу еще в силе Только у меня одно условие Какое? Вы возвращаете Марину в группу поддержки Нам надо съездить в одно место Да? Юль, поверь, это очень важно Сергей, куда мы идем? Пойдем Куда? Пойдем, пойдем, тут рядом И... опа! Так, 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 так Ну-ка отдай, пожалуйста, Паша Мяч, он тоже хочет поиграть Давай Ну вот Что вот? Видишь, это его паренькаут в синей полосатой шапочке Ну, вижу, и что? Его зовут Пашка Фамилия его Сергеев Как ты отнесешься к тому, если фамилия будет Макеев? Юль, я серьезно Посмотри на него, как она нашел сыну Юль! Юль! Юль, ну подожди! Юль, ну подожди! Петрович, привет! Здорово, Геннадьевич А что у вас случилось там? Юлька сейчас слеза Извини, не могу сейчас разговаривать Мам, мне надо с тобой поговорить Что случилось? Юль, ничего не случилось, просто мне предложили перейти в Алмаз И мне для этого надо будет уехать в другой город Ты не волнуйся, я буду приезжать Обязательно Понятно Так вот к чему был вчерашний разговор Ну, понимаешь В Алмазе перспектив больше А то ты можно сразу в КХЛ попасть А если проявишь себя, то и в сборную Скажи мне честно, это из-за денег? Из-за каких денег? Да, там будут платить больше, но это не главное Просто для меня сейчас так будет правильней Не кофе по-моему Слушай, Юр, я через полгорода сюда бежал Ну, будем говорить по делу или нет? Будем, будем, не пыли За турнирной таблицей следишь? Обижаешь С Курцким в следующий матч играем? С Олимпийцем, но там все предрешено Они на две турниры на таблице Так что вы их дернете в два счета А если не дернем? А что может случиться? В жизни всякое может случиться Какой там коэффициент на мать? Сейчас точно не помню, а что А что подумал? А если крупно поставить на продвиж медведей? Может нехило подняться, а? Есть такая буква в этом слове Я предлагаю сделать нас чуть-чуть богаче Не возражаю Что по 150? 200 Ты угощаешься Не вопрос Официант! А как же твоя команда? Что сказали ребята? Ничего не сказали, они не знают И когда ты собираешься им рассказать? На тренировке? После согласования перехода не обязательно ходить на тренировке Ты же пойдешь? Нет, подожди, так нельзя Они твоя команда, ты их капитан, ты должен все с ними обсудить Да и что я им скажу? Что я их бросаю? Ну, не так конечно Нельзя уходить не объяснившись Но если ты принял решение, ты должен иметь смелость хотя бы заявить об этом Добрый день Здравствуйте, Юля Я могу с вами поговорить? Если вас ко мне послал Сергей Да никто меня никуда не посылал Я сам пришел Просто я не могу видеть, как два любящих человека портят друг другу жизнь Ну, если вы не в курсе, я больше не порчу Сергею жизнь, мы разошлись Так вот, я об этом и хотел поговорить Вы меня извините, но я в курсе вашей проблемы Взять ребенка из детдома, это очень серьезный шаг Спасибо, я знаю Видите ли, не всякий мужчина готов воспитывать чужих детей А Серега готов прыгнуть выше головы Ради вас и этого мальчишки Неужели вы этого не видите? Вижу, к сожалению Почему к сожалению? Потому что он не думает о последствиях Он просто хочет, чтобы я к нему вернулась и все было как раньше Даже если для этого придется взять ребенка из детдома А вы не думаете, что он делает от любви к вам? А не из-за эгоизма или боязни перемен? Как можно любить женщину, которая никогда не сможет родить ребенка? Ему же давно пора оставить наши отношения в прошлом и жить дальше Извините Вы знаете, Юль Я когда потерял семью, я тоже пытался жить дальше Но как видите, у меня это не очень хорошо получилось Мужчине не нужна семья ради семьи Для начала ему нужна любимая женщина, с которой все это захочется Сережа любит вас А без вас им не нужна ни семья, ни дети Извините Ба? Ой, Миша Привет! Привет! Ты чего здесь? Ну вот, тебя приехал навестить Спасибо, ну не поздновато ли? Через полчаса последняя электричка Да меня больше самое первое интересует, мне с утра еще на семинар нужно успеть А, ну ты чего, с ночевкой? Да, если ты не против Да нет, не против, садись Что такое? Рассказывай Чего рассказывать-то? Ну чего, дома не так Понимаешь, баба, ну вот все не так Все, она посуду по-другому расставила, ковер этот зачем-то убрала, диван передвинула В квартире даже запах какой-то другой, чужой, понимаешь? Да понимаю, Миша, ну это ведь ненадолго, ну всего на месяц Ну надо потерпеть, а Ну вот я к тебе потерпеть и приехал Если ты меня, конечно, не прогонишь Ну и молодец Ой Его зовут Пашка, фамилия его Сергеев Как ты отнесешься к тому, если фамилия будет Макеев? Привет Юль, привет Привет Проходи Не помешало? Да нет, ну что ты, я очень рад, что ты пришла Я звонил тебе, но у тебя телефон был отключен все время Юль, прости меня Если ты не хочешь этого ребенка, то… Я хочу Что? Я хочу этого ребенка, Сережа Анатолий Леонидович, а правда, что титан вчера факел раскатал? Господи, Назаров, тебя здороваться не учили? Ай, извините, здрасте Тебе не хворать, но рассказал, тебе-то что? Да так, просто спросил Просто ответил Интересно, да, это они теперь на четвертом месте, получается? Угу А есть повод задуматься, да? Это вы про медведей? Нет, это я про тебя В «Титане» приятнее было бы играть, да? Анатолий Леонидович, я Романенко уже все говорил Что говорил? Ну, что я в этом сезоне команду менять не хочу Ай, слушай, Назаров, а у тебя в роду, случайно, баранов не было? Оскорблять не надо Я не оскорбляю, ты что, это наоборот, комплимент Баран, он такое мощное животное с хорошо развитой лобовой частью И вообще-то, знаешь, я-то думал, что вот из вас двоих Щукин будет дольше бороться со здравым смыслом, а нет, оказывается, ошибался А что Щукин? Ну, как что, ну, дал добро На следующей неделе подписываем контракт с Алмазом Да? А он тебе что, не рассказывал? Нет Странно, хотя да, зачем дразнить принципиальных? Это же личное дело каждого, и так ли? Удачного дня Доброе утро, Василий Геннадьевич Доброе Сергей сейчас в душе, он скоро выйдет Да нет, вы знаете, я на секунду Ему что-то передать? Да нет, ничего Ну, разве что привет Хорошо, обязательно Ладно, все, хорошего дня И вам Василий Геннадьевич Спасибо вам Я рад, что вы приняли правильное решение До свидания Всего доброго Юль Кто приходил? Василий Геннадьевич Василий Геннадьевич Что хотел? Мне кажется, он хотел тебя завтраком накормить Мужики, новость читали? Титан факел разгромил и поднялся на четвертое место Ты бы еще про убийство Кэйланди вспомнил Это новости два дня Сеня У меня по свежей новости будут Ну-ка Щука из команды ушел Ну ладно Слышишь, Назар, ты чего лепишь-то? Это шутка такая? Да нет, реально, я только что с Жилиным разговаривал, он и поведал А уже контракт подписал? Жилин сказал, что Щукин согласился на переход в Алмаз, а подписывал он там что или нет, я понятия не имею Странно, он же говорил, что не собирается никуда Ну, значит, передумал А сам не передумал? А что же в Титан звали? Да нет, мужики, ну я ж не крыса, я если что надумаю, вы первый узнаете Фигня какая-то, правда, Егор, почему он нам ничего не сказал? Да он и не обязан, переход это личное дело каждого Ну, вообще-то, это и нас касается, но, между прочим, команда Ой, да ладно, я вас умоляю, если бы кому-нибудь из вас предложили, вы бы отсюда бежали, только ветер в ушах По себе не суди О, больно правильный, смотри, аж тошнит Слушайте, может, он все-таки не из-за этого не пришел-то? Может, у него что-то случилось? Угу, трансфер в другой клуб у него случился Мужики, да что мы гадали? Сейчас Егор придет и все спросим Да не придет он, вы что, еще не поняли? Нет, правда, вы не знаете, если переход согласован, игрок не обязан ходить на тренировки бывшей команды Я серьезно, еще по Соколу знаю Умник Зашибись Да не говори Егор, привет Привет Скажи, это ты? Что я? Просил Жилина, чтоб меня вернули Что за бред? Никого я ни о чем не просил Егор, прости, конечно, но кроме тебя больше некому Марин, тебе два раза повторить? Я никого ни о чем не просил Что ты улыбаешься? Хоккеист ты, конечно, хороший, но актер с тебя не очень Я ж по глазам вижу, что это ты сделал Для меня С какой радости? Вот и я не знаю, но все равно спасибо А ты, кстати, чего здесь делаешь в вашей тренировке сейчас? Или вас пораньше отпустили? Марин, тебя вернули в группу поддержки? Да 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 иди подержи Я сейчас не понял! Вы где ходите? Тенеровка пять минут уже идет! А? А что, до ноги люди штрафовать, что ли? Юрий Михайлович, а почему Ищукина нет? Неуважительная причина! Еще вопросы? Что, он все-таки в Алмаз переходит, что ли? Ну, раз знаете, что спрашивать, а? Или не знаете? Он что, вам ничего не сказал, что ли? Вот такой у вас был капитан! Баран! Ладно, тренировку у тебя отменяет! Установочку даю! Первое звено по часовой стрелочке, четыре круга! Второе, третье против часовой! Все, погнали! Юрий Михайлович, так мы еще не размялись! Зато языки размяли! Я сказал, бегом! Быстро ворудование установили! Ускорились! Багин! КПМ, КПМ держим! КПМ держим! Надеюсь, во вторник у тебя так называемой тренировки нет? А что у нас во вторник? Здрасте! Ты уже не помнишь, когда у тебя контрольный снимок? Нет, почему помню? Ты что-то перепутала! Я перепутала? Да, контрольный снимок у меня в среду! Не может быть! Сто процентов! Хорошо, мне в календаре все отмечено! Сейчас посмотрим! Эдик! Добрый день! Здравствуй! Привет, Алина! Привет! Какими судьбами? Я так, отпустили с родителями повидаться, вот я решил к вам заехать! Очень правильно решил! Я очень рада тебя видеть! Взаимно! Ну что, пойдемте чай попьем! Заодно и расскажешь, как ты там! Да? Да? Да, конечно! Везем, Алина! Привет! Здорово, сынок! Здорово! Как покатались? Нормально! А чего такой вид, как будто тебя всю тренировку вели? Опять на следующий матч выйдешь? Нет, выйдет! А чего морда кислая, как будто лимон съел? Ну, а еще на другой клуб переходим! В смысле? Прямо, мы теперь за «Алмаз» играть будем! Ни хрена себе! Вот так веселуха! Подожди, подожди, Сень! Он же капитан! В том-то и дело! И Назарова зовут Титана! Тоже уходит! Только, говорит, нет! Ага! Это пока! Ясненько! Процесс пошел! Какой процесс? Какой, Сеня? Перестройки и ускорения! Короче, сынок, пора и тебе из-за этого болота когти рвать! Почему болото? А я был готов к этому вопросу! Пока чину тонет ваш банкаст! Ты что, не видишь? Если даже капитан линяет! Причем, зараза первым! Заметь, первым! А должен последним! Ясно! Макеев свалил! Трубу прорвал он! Какую трубу? Короче, политика партии мне ясна! Надо провести работу на местах! Пап, ты о чем? О чем? Придется поработать твоим агентом, сынок! Пап! Что, пап? Что, пап? Если бы не пап, ты бы уже корни пустил на скамейки запасных одним местом! И на ушах почки распутились! Пошли! Да, Эдик, интересные вещи ты рассказываешь! И сколько часов в день вы тренируетесь? Часов пять, бывает шесть часов! С ума сойти! А ты как думала? Честно говоря, до переезда в Москву я считал себя хорошим фигуристом! Сейчас я понимаю, что здесь мы только разминались! Настоящий спорт начинается там! Слышала? А ты со своим хоккеистом! Мам, не начинай, пожалуйста! А я не начинаю! Просто если я для тебя не авторитет, то хотя бы профессионала послушай! Я еще не профессионал! И тем не менее! Представляешь, мы не успели еще костыли отложить, как уже коньки надели! Мама! Что мама? Алина, а ты что, на лед уже вышла? Да! Представляешь, сначала тайком от меня во дворец бегала! А теперь вообще меня ни во что не ставят! Ну, хорошо! Ладно бы еще с профессионалом тренировалась! А то все с тем же, хоккеистом! Так, все, хватит! Я просила! Алина, у нас гость! Да, мама! Вот именно! Видел? Да! Веселая ситуация! Не то слово! Пожалуйста! Спасибо! Всего доброго! Простите! Привет! Привет! А ты чего здесь? Давай выйдем! Галя, подмени меня, пожалуйста! Ладно! Мам, скажи, пожалуйста, а где ты сегодня ночевала? Никогда не думала, что такой вопрос мне будет задавать сын! Ну, мне уж это не смешно! Прости! Я знаю, что ты должна была позвонить! В общем, я вернулась к Сергею! Ясно! И сколько ты еще будешь наступать на эти грабли? Антош, там все гораздо сложнее, чем ты думаешь! В общем, Сергей не виноват в том, что разбежались! А кто виноват? Никто! Так получилось! Здорово! Что заставило тебя вообще вернуться к нему? Я поговорила с одним умным человеком! Это с кем? Ну, скажем так, с врачом! Что, беременна? Да нет! С чего ты взял? Ну, как? Ну, ты поговорила с врачом! Ты вернулась к мужу! Ну, я подумал, что из-за ребенка! Ну, можно сказать и так! Мам, я ничего не понимаю! Я тоже ничего не понимаю, но как только во всем разберусь, сразу тебе сообщу! Договорились? Я просто переживаю за тебя! Переживай! На этот раз все будет хорошо, я тебе обещаю! Надеюсь! Я для нее теперь вообще враг номер один! Ладно, давай я тебе еще чаю налью! Виктория Олеговна, спасибо огромное, но мне уже как бы пора! А, ну, понимаю! Спасибо, что забежал! Всего тебе хорошего! Алина! Эдик уходит! Ну, что с ней поделаешь? Видимо, уже в наушниках! Ну, ничего страшного! Спасибо за чай! На здоровье! Виктория Олеговна, извините меня, пожалуйста! За что? Все-таки это я Алину ранил! Перестань! Не ты один здесь виноват! Ладно, давай! Счастливо! Пойдем, я тебя провожу! Спасибо! Вы уверены? Абсолютно! Установление – это очень непростая процедура! Она проходит в несколько этапов! Вам надо пройти медосмотр! Психолога! Надо записаться на курсы приемных родителей! Надо собрать очень много разных бумаг! Мы изучили вопрос, мы в курсе! И мы готовы! Вы уверены, что это Паша? Ну да! Нас что-то смущает? Обычно ребенка подбирают органы опеки! Интересно! Из каких соображений? Они учитывают психологические характеристики будущих родителей! Такой порядок! Ну, а мнение родителей учитывается? Учитывается! Вы кем работаете? Я фармацевт! Работаю в двадцать шестой аптеке! А вы тренер? Ну да! Сейчас у меня временная работа будет! Вообще-то постоянная, конечно, лучше! Может быть, не будет особых проблем, я не знаю! Паша! Паш! Иди сюда! Привет, Пашка! Привет! Как дела? Отлично! Ну, молодец! Знакомься! Это Юля! Это Паша! Очень приятно! И мне тоже! А мы сегодня на машине будем гордаться? Не знаю! Это не от меня зависит! Татьяну, водить-то можно? Можно, только недолго! А Юля с нами поедет? Обязательно! Поехали! Мы недолго! Плюс семь! Девять! Шесть! Три! Это так! Ага! Кто у нас тут рулит? Виталий Бенедиктович! Дал же Бог отчество! Пап! Слушай, мне компьютер нужен! Мне нужнее! А мне ксенидар готовиться! Ты лучше к переезду готовься! По какому переезду? Так! Сколько я тут надергал? Раз, два, три, четыре! Для начала хватит! Садись, работай! Слушай, пап, а что ты там написывал? Не твое дело! Начнем с Хабаровска! Какого еще Хабаровска? Тут кому-то к семинару надо было готовиться! Блин! Заснули что ли? Пап, ну вообще-то у них сейчас ночь! Точно! Молодец! Тогда уфа! Уфа! Алло! Алло, здравствуйте! Вас беспокоит агент хоккейного вратаря Семена Бакина, команда «Медведи»! Алло! Вас плохо слышно! А меня слышно? Да что за связь долбанная! Ну что ты творишь-то, а? Я, Сеня, творю твое будущее! Так, Новосибирск! Плюс семь! Ну вот так уже лучше! Алин! Что такое? Ничего, просто... Ну просто споткнулась на работу есть! Ты весь день какая-то загружена? Ничего я не загружена! Ну меня-то не обманывай! В чем дело? Ничего, я просто не выспалась! Не выспалась? Ну давай просыпайся еще разу! Привет! Привет! Че ты тут делаешь? Сижу! А это я вижу! Че в нашем городе ты делаешь? Ты же в Москву уехал! Ну как уехал, так и приехал! Или мне надо было у тебя разрешение спросить? Ну чтобы прийти сейчас сюда, нужно было! Вот так заявление! Ну, не круче твоих по поводу того, что я тебе всю карьеру испортил! Как новая партнерша! Не падаете? Ладно, я пожалуй пойду! Удачи! И тебе тоже! Ну вот! Угу! Как тебе Паша? Классный! Ты заметил, как он на тебя смотрит? Как ребенок, у которого не был никогда отцом! И который очень хочет, чтобы его отцом стал ты! Может быть! Кстати, Сереж, а что это за временная работа, про которую ты говорила? Угу! Я играю в ночной лиге! Угу! А что это за лига? Ну, это любительская лига, хотя… Любительская – это только название! Все остальное очень серьезно, организовано, как у профессионалов! Клубы, группы… Угу! Значит, ты теперь по ночам в хоккей будешь играть! Это так только называется, ночная! Так игры могут быть и днем, и вечером, без разницы! Ну, не боевесь, какие деньги… Это же временно! Да! Ладно, извините, мне пора! Все было очень вкусно, спасибо! Как твоя нога? Мышцы ноют, устала! Ну, ничего, это пройдет! Мишка, что-то случилось? Да нет, все хорошо! Просто ты без настроения! Да, это так! Из-за Эдика? Да пусть он только попробует еще раз прийти! Я не удивлюсь, если это мама заставила ему прийти, чтобы он проверил, как мы с тобой тренируемся! Ну, это уже совсем не важно! Спасибо тебе! За что? За то, что ты со мной! Ну, я всегда буду рядом! Миша! Что? Сергей Петрович! Здравствуй, Миша! Здравствуйте! А что вы тут делаете? Да вот, решил мебель обновить! Ясно, а вы уезжать собирались? Не уехали, да? Ну, собирался! Как видишь, не срослось! Вы меня извините, я тороплюсь! Хорошо, до свидания! До свидания! Странно! Я думал, он уехал! Серега, вот ты где! Давай быстрее! Сегодня четыре заказа! Да иду я, иду! И комбез одень! Музыка 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 Есшел Парень, прошу простенько, случайно! Не из Медведей? Из Медведей А не скажешь, как мне Семена Бакина найти? Это я Серьезно? Ну да Вот тут я удачно зашел Ну что, будем знакомы? Агент хоккейного клуба «Сибирь» Терентьев Дмитрий Иванович Мне твой отец звонил по поводу перехода в наш клуб Очень приятно И извините, вообще-то его отец звонил мне Не понял, а ты вообще кто такой? Я? Генеральный менеджер хоккейного клуба «Факел» Ага, ясно Тогда кури, бамбук Опоздал ты, дорогой, пойдем к Семену Секундочку Почему это? Я опоздал Слушай, генеральный менеджер Отвянь и не мешай работать Что ты сказал? Я говорю, клешню убрал и ушел в норку Слышь ты, хамло сибирское А вот это ты зря сказал Че ты сволочь? Эй, вы че? Мужики, да вы че? Да прекратите! Хватит! Че, блин, совсем что ли? Вставай, вставай, слышь! Сеня! Слава Богу! А то уж думал за домкратом идти Папа, который час? Нужный А точнее Полдесятого Блин, мне надо час раньше тренировку ж Позавтракать хоть успеешь? Позавтракать, такси надо переживать Ну считай, что во сне позавтракал А что за кошмары тебе снились? Какие кошмары? Ты во сне орал все время, перестаньте, перестаньте Папа, я ничего не помню, спал и спал Че у нас с телефоном, а? А что у нас с телефоном? Даже гудки и не идут Не понимаю, вчера еще фор дайкал, может кабель где-то перебили Ну звони с мобильного Да все-таки завтрак приготовлю, может успеешь? И что, он прямо домой к тебе пришел? Не прямо уж домой, подъезды крыла улица, сама офигела Да Фиг поймешь этого Жилина, да пошел он Вообще не хочу ему верить Ты мне лучше скажи, что у нас новенького Новенького? Да ничего, все по старенькому Хотя, Лариса со своим разбежались Да ладно Угу, поругались, вдрызг Она даже номер телефона его удалила Трикол, что еще? Что еще? Щука в алмаз уходит, ну ты это, наверное, знаешь Как уходит? Ну так, уходит Говорят, контракт хороший предложили Да ладно, ты что, не в курсе? На форуме уже третий день обсуждают Да, нет, я читала, читала, конечно, читала Просто из головы вылетела Ну что, девчонки, пойдем растрещемся Пойдем Салют группе шуршащие Я не понял, а ты что здесь делаешь? Как что? Клуб пришла подержать А то ты как в команде нарисовался, что там часто сливать стали Можно? Если осторожно Я вот что-то не вырубаюсь Я тоже Особенно, когда в кабинет спортивного директора входят с такими словами Ну, допустим, извините А почему Марина опять группа поддержки? Мы же с вами договаривались Зачем? Что вы ее выгоните? Ну Что, ну? Ну, я ее выгнал Да? Я только что ее видел Это временно Что значит временно, я не понимаю Временно, это значит ненадолго Так Леша Так надо Кому надо? Мне надо Зачем? Алексей Будешь много знать, умрешь рано и весь в морщинах Слушай, я же тебе говорю, мера временная Закроем один вопрос и все, пойдет гулять дальше на улицу Понятно Еще вопросы? Нет? Все, тогда заводи кабинет, не переводи мне здесь кислород, давай Давай, 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 ну Мажор Да, Сереж, я вчера посмотрела, нам еще медосмотр надо пройти Ты не мог бы поговорить с Василием Геннадьевичем, чтобы он помог, как это ускорить? Уже поговорил Завтра начинаем ходить по врачам Иначе говорить не завтра управимся Ты знаешь, какой ты у меня молодец Нет, пока не знаю Домой приеду, расскажешь Серега, время Юляш, извини, мне бежать пора на лед А у тебя сегодня днем игра? Ну да, часа через два буду дома Ну хорошо Давай, пока Пока Всем привет! Здорово! Я смотрю, нашего Кэпа опять нет Да походу уже бывшего Кэпа Что мы опять без капитана? Получается так Да чего вы все носите с этим счетом? Ну, ушел, ушел Назначим другого капитана Какого другого? Да кого угодно, хочет тебя Очень смешно Слушайте, может все соберемся и поговорим с ним, а? О чем? О чем? Мы его уходим Ну захотел бы, пришел бы, да сам поговорил А тох прав, это плохая идея, Есень Здорово, мужики Здорово Знаете, кого вчера в городе видел? Неужели Овечкина? Макеева Ну ладно, он же собирался уезжать Да вот он не уехал и походу не собирается даже никуда Да ладно Ну да, я с мамой разговаривал, он здесь А что молчал? Ну вот сейчас говорю Так, сейчас не понял, кому стоим? Лед залит, свет горит Стоят тут ракушки чешут, быстро на лед! Назара! Это не бросок! А кто это? Я не знаю, что это! Еще раз! Здорово А идти не хворай Давайте с кисты погнали! Ну как дела? Слушай, Леонидович, у тебя что-то срочно если? Давай по делу, давай укладывай, если нет, то у меня тренировка Ну вот не знаю, сейчас говорить или потом Что случилось? Да новость не очень приятная Ну давай, укладывай Короче, за что купил, за то я продаю Вчера Казанцев встречался я с Голоковым Который раньше факел тренировал? Совершенно верно Ну и что, о чем разговаривали? А ты догадайся с трех раз В раздевалку возил, площадку показывал Мне показалось, ты должен это знать Тренируйся Это уроды, а Назара Это не бросок Почему не бросок? Залетел уже Залетел, потому что Бакер у нас урод маленький, пропускает А может покажете? Чё с не понял? Я говорю, может покажете, как бросать надо А больше ничего не показать? Да нет, все остальное я уже видел Юморизм значит так, да? Да нет, я серьезно Макеев всегда показывал Макеев тебе показывал? Значит так, Кисляк Пятнадцать кругов с ускорением Быстро За что? За то, что умный такой Быстро, я сказал Я сейчас не понял Что откажешься вы поймете от распоряжения главного тренера? Быстро Вот так Если еще кто-то желает присоединиться к Кисляйку, милости просим Кто б сомневался Ну, извините Вот так значит, да? Тридцать кругов с ускорением А значит, плохой у вас тренер, да? Ну, чё, скоро хороший придет, приласкает Вот урод, а Тупая Лена, тупорывая Да ладно, Антик У него не получается, вот он и бесится Слушай, может его пахнуть, а? Поголовечим, тяжелым, а? Слышь, парни А чё он там про нового тренера кричал, кто-нибудь слышал? Я без понятия Говорят, Кулаков будет из свакела главного Кто говорит? Да есть люди Зашибись! На что делать? Каждый месяц новый тренер будет, а? Зачем нам новый? Пусть старого вернут А про Кулакова, про этого, кто-нибудь что-нибудь слышал? Отлично Значит, опять припредется очередной неврастейник И будет снова нас ломать об колено Короче, раз Макьев никуда не уехал, предлагаю идти к нему Кто со мной? Я пойду Я тоже пойду Да все пойдут, чё граблями-то махать? Вам не надоело его уговаривать? Мертвы не разжигай, а! Хорошо Коля, ты дома? Угу Забежал пообедать Что это такое? Где? На бороде Еще за телефон пришел А куда такие цифры-то я спрашиваю? Три тысячи Ни хрена себе Откуда? Вот я говорю, откуда? С кем ты разговаривал, делопутный? Так, слова подбирай Сейчас ты мозги свои подберешь С кем ты разговаривал, тебя спрашиваю А так, Зоя, успокойся Я занимался карьерой нашего сына Так не поняла Что тут непонятного? По клубам звонил По каким клубам, Коля? Зоя, хоккейным В Хабаровск, Новосибирск, в Уфу Вот, наверное, и набежал Ничего себе Как карьера? Пошла вверх? Значит, такие дела быстро не делаются Зато деньги улетают моментально, понимаешь? Так, жена любимая Заруби у себя на переносице Я на судьбе нашего сына Экономить не собираюсь За телефон заплати О, смотрите, Егор Прощаться, видать, пришел С такой вселенской скорбью на лице Кается не иначе Хорош, смирный О, понятно Ладно, пацаны Дальше без меня Парни, уделите мне пять минут Я поговорить с вами пришел Ну, говори Я так понимаю, вы в курсе про мой переход в Алмаз? Ну, так-то случайно узнали Так что можешь особо не напрягаться Я помню, как я говорил, что не собираюсь никуда переходить, но Парни, у меня обстоятельства серьезно изменились Поймите меня Так что можно сказать, что это переход вынужденный И ты вот это два дня придумывал? Да ладно, я тебе на бабки-то позарился, так скажи Слышь, Вадик Что? Ничего Ну, даже если и так Так что реально из-за бабла? А я один в семьях сейчас зарабатываю А с Романенко и полмесяца на скамейке просидел ни бонусов ни фига Я матери наврал, что у меня все хорошо, лишь бы она квизит не брала Ну, ладно, а что ты раньше-то не сказал? А бы тебе долганулись, кинулись бы все Ну, мы же команда Команда У Макеева команда была Романенко звезду поймала Схемы все перелопатил, за старый обиды мстит Бардак, короче Круто И ты решила сбросить одних этот бардак разгребать Вон он меня в четвертое звено засунул, по старой памяти Че, мне теперь обидится уйти что ли, Егор? А я у него плохой вратарь А я у него бросаю плохо Да нам всем не нравится Романенко и то, что он делает с командой Нам че, по углам разбежаться что ли? Мы ж команда, мы вместе сила А по одиночке он нас всех переломает Короче, давай так, завтра приходи на тренировку И будем считать, что ни о коем переходе мы не слышим И этого разговора тоже не было Все согласны? Да У тебя есть время до завтра А буду мы все еще раз хорошенько Удачи Как игра? Нормально Выиграли? Угу Сережа, а где вы играете? Я бы хотела прийти посмотреть Да че там смотреть, отборочные игры закрытые Да там даже прийти некуда, трибу нет Понятно Я открою Ну и че за делегация? Сергей Петрович, мы к вам Возвращайтесь в команду Ну че стоять на пороге, заходите Юля, у нас гости Ты че здесь делаешь? Тебя жду Это я понял, зачем? Говорить хотела Я слышала, что ты на тренировки больше не ходишь И вообще уходишь в алмаз А тебе-то что, Марина? Ну уходи, пожалуйста, я тебя очень прошу Че за детский сад? Пусть детский сад, я просто не могу без тебя, понимаешь? Ничем не могу тебе помочь Егор, да я жить без тебя не могу Я ни есть, ни спать не могу А как же Смирнов? А что Смирнов? У тебя отличность, у меня есть и с болью ничего Господи, да не было у меня ничего со Смирновым Да я клянусь тебе, я тебя опозлить хотела Поздравляю, у тебя отлично получилось Да повторяю, не было у меня ничего со Смирновым Всего хорошего Если ты не веришь, я докажу тебе Спасибо, не надо Я все равно докажу Вот увидишь Сергей Петрович, это не ответ Ну почему же не ответ? Да потому, вас вся команда просит, а вы отнекиваетесь Я не отнекиваюсь А что же вы делаете? Ребят, у меня есть веская причина А поподробнее можно, что это за причина, что мешает вам быть нашим тренером? Можно Обстоятельства У вас тоже обстоятельства? Что значит тоже? Ну нам Щукин уже сегодня рассказывал про свои обстоятельства Которые его в Алмаз вынудили уйти А вы к кому уходите? Никуда не ухожу, просто ушел с тренерской работы А что? Егор в Алмаз ушел? Ясно, Сергей Петрович То есть не вернетесь? Не вернусь Ладно, парни На бара До свидания До свидания До свидания До свидания Ты ничего не хочешь мне там рассказать, там объяснить? Антон, давай не сейчас, хорошо? Ясно Тогда пока Пока Сереж Ясно Мне нужно было с ним поговорить Да я понимаю, конечно А ты правда не хочешь вернуться в команду? Юля, я уже все решила У нас скоро будет ребенок Ты хочешь, чтобы я сутками на льду торчал? Ну, честно говоря, не очень Но речь-то не обо мне, а о тебе Чего ты хочешь? Раз уж ты заговорил о Пашке То если у тебя будет не временная, а постоянная работа То вероятность больше, что нам его дадут Марин, ты идешь? Марин Я догоню Тебе что, плохо? Может тебе таблетку дать? Даш, не надо, идти я догоню Ну, как знаешь А мы Не мы Уже не знаю, сколько времени Уже смогли мы все изменить А уйти не хватает силы мне А мы Не мы Слова мы действиям не верили Черным писали не по-белому Все время во всем были первые А мы Не мы Пальцами рук стирали пыль с ресниц Все раскидали в углам столиц Ходили век, но получилось не Самообман Самоадам 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 Девчонки, я наушники забыла Тогда побегу Самоадам 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 Само прощу, но не бедну Самоабман Самоадам Мариша! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Егор, прости меня, пожалуйста. Марин! КРИКИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова